В рамках нашей программы мы рассматриваем текущее положение котировок торговых активов на рынке и вместе с экспертом технического анализа Владиславом Тюхменевым пытаемся дать прогноз их дальнейшему движению. Угроза замедления роста экономики еврозоны и неопределенность по Брэкзиту не стали помехой для единой европейской валюты. В итоге она зафиксировала на этой неделе завершение торгов на высоких позициях. Евро оказался под влиянием американского доллара и остался в плюсе. Владислав, здравствуйте! Какие будут прогнозы по дальнейшему движению самой популярной на рынке Форекс пары? Валютная пара EURUSD в течение недели имела довольно высокую волатильность на фоне информационно-новостного потока, где котировка на время удалось подпрыгнуть к значению 1,1515, но все же по итогам возвращаясь к ранне уверующему уровню 1,1440. Вероятно предполагать возобновление колебаний в пределах диапазонного уровня 1,1420-1,1660, а далее смотрим на точки фиксации цены. Стоит отметить, что вопрос Brexit на этой неделе не только не повлиял на движение евро, но и вовсе оказал поддержку британской национальной валюте. Торговый инструмент кабель очередную неделю завершает в плюсе. Какие рекомендации будут по данному торговому инструменту? Валютная пара фонд-доллар хоть и имела широкую поддержку из информационного фона, но все же волатильность была в рамках среднесуточной. Вероятно предполагает сохранение временной границы 1,3050-1,3050, где котировка постарается сблизиться с психологическим уровнем 1,30, а далее следим за точкой фиксации цены. На этой неделе нефть демонстрировала неплохую повышательную динамику, что способствовало стремительному росту канадского доллара против своего соседа. Пара USDCAD находится в красной зоне. Валютная пара USDCAD все же сумела преодолеть сильный диапазонный уровень 1,3150-1,32, который долгое время удерживал котировку. Сейчас же мы видим, как идет вырисовка метода пробоя откат с попыткой усиления. Вероятно предполагать временную болтанку в пределах 1,3150-1,3180, где в случае отработки у трейдеров откроются привлекательные короткие позиции, в противном случае откат может перейти в стадию флета, которая сменит интерес на рынке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова